На лобовых стеклах, припаркованных на улице заводской автомобилей, появились красочные листовки. Но не спешите с выводами, это непресловутая реклама. Так автолюбителям решили напомнить о необходимости использования детских удерживающих устройств. Сейчас проводится у нас акция «Внимание, дети!» Да, в курсе. И направлена она на безопасность наших пассажиров, ребят, в первую очередь. Поэтому будьте внимательны на дороге. Помогать сотрудникам ГИБДД на этот раз пришли дети из 4-й логопедической группы детского сада номер 1 «Журавушка». Мы сделали, фотографировались и ставили вот такие вот листовочки, да. Мы решили поинтересоваться у самих ребят, знают ли они, как нужно вести себя на дороге. Надо попросить, чтобы я достигнула на кресле. У автомобильное кресло, да, в детском? У тебя есть кресло? Ты ездишь в нем? Да. Как нужно переходить дорогу? Взять за руки и подождать зеленого человечка. Акция «Маленький пассажир. Большая ответственность» организована в рамках информационно-пропагандистского мероприятия «Внимание, дети!», которое будет проходить в муниципалитете до 12 сентября. Цель – напомнить водителям и пешеходам о том, как важно соблюдать правила дорожного движения. Я думаю, что очень полезно, конечно, чтобы ребенок каждый знал, как переходить дорогу. Очень, я думаю, что это нужно нашим детям. Сотрудники ГИБДД напомнили видновчанам, что для перевозки малышей до 7 лет использование удерживающих устройств в машине обязательно. А вот ребят постарше, до 11 лет включительно, можно перевозить на заднем сидении, как в автокреслах и бустерах, так и с использованием штатных ремней безопасности. За нарушение правил автолюбителям грозят штрафы. «Самое маленькое, что со всего этого может быть, это административный штраф. Самое максимальное, что это бывает, это пострадавший ребенок. Ребенок, как правило, свой. Последствия очень серьезные». Всем юным помощникам сотрудники ГИБДД подарили яркие брелки со светоотражающими элементами, ведь пешеходы на дороге должно быть видно в любое время суток. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого.